Я хочу посмотреть на этот проект с точки зрения спортивного маркетинга. И фактически за столь короткое время был создан действительно коммерчески привлекательный продукт. Это продукт, который не просто востребован на сегодняшний день населением Украины, телевидением. Это продукт за право трансляции, которого, если говорить о следующем сезоне, уже борются несколько топовых украинских каналов, чтобы купить телевизионные права. Купить, я подчеркиваю, не просто мы им дали, уговорили, а чтобы приобрести телевизионные эксклюзивные права на трансляцию следующего сезона ВСБ. Поэтому это говорит о том, что мы массово завоевали публику, что очень важно, потому что рынок есть рынок. И ты востребован тогда, когда все составляющие успеха присутствуют. Не обязательно быть хорошо говорящим боксером и участвовать во всех интервью, телевизионных шоу. Очень важно еще давать в ринге тот спортивный результат и зрелищный поединок, который необходим для не только фанам бокса, а вообще мы объединили всю страну и люди с разными политическими украинскими уподобаниями следили за выступлением украинских атаманов. Поэтому, бесспорно, это успех. И можно даже сказать в определенной степени феномен команды украинские атаманы. Также вот такой пункт, который всегда вот еще на Украине для любых спортивных организаторов очень болезненный, да, это продажи билетов. Так вот, могу с уверенностью сказать, что, ну, всем известно, что есть культура похода в кино, где каждый, кто хочет посмотреть фильм, идет в кассы, покупает билеты. Есть культура похода в театр, на концерты. Но вот что касается культуры похода на спортивные соревнования, вот мне кажется, что именно на атаманах произошло вот это ускорение формирования культуры того, что если ты хочешь пойти на зрелищные поединки, ты ждешь, не дождешься, когда появятся в кассах билеты, и люди шли и покупали эти билеты. И тот заполненный зал во дворце спорта, который мы видели на полуфинале, 95% заполненного зала, это были купленные людьми билеты. Это я тоже считаю успех на сегодняшний день. Ну и, конечно, большой поклон каждому боксеру, команды украинские атаманы. Они прошли очень тяжелый сезон, они не вылазили с олимпийской базы. Мне очень много действительно пахали для того, чтобы быть в наилучшей форме на каждый поединок. Поэтому еще раз всем, ну, я счастлива, что этот проект был и остается в моей жизни. И надеюсь, что шоу must go on. Спасибо. Спасибо.